Здравствуйте, мы в прямом эфире репортера, меня зовут Григорий Блайда, говорим сегодня на крайне актуальную тему. Неприятная ситуация наметилась на рынке нефтепродуктов, на топливном рынке не только Одессы и Украины в целом. Наверное, автомобилисты заметили, что за последние две недели, может быть чуть больше, практически на 2 гривны подорожал литр бензина, за 95-й, самый популярный, сегодня уже требует более 30 гривен за литр. И очевидно, эта ситуация не может не сказаться на ценах, буквально на все, не говоря уже о пассажирских перевозках. Я думаю, что и вскоре мы ощутим это подорожание на стоимости продуктов, питания и других услуг. Итак, сегодня мы обсуждаем эту тему с тремя экспертами. Константин Журулев, журналист дорожного контроля, Константин, добрый день. Георгий Хаскин, директор научно-производственного центра эконом-информ, здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Якубовский, доктор экономических наук. Сергей, добрый день. Добрый день. Готовы ли вы к подорожанию проезда, если он все-таки произойдет после того, как цены на бензин не начнут падать? Да, либо нет, это наш интерактивный опрос, голосуйте и в конце программы подведем итоги. Итак, осенний рост цен на бензин и дизельное топливо сегодня, не сегодня, а накануне прокомментировал Антимонопольный комитет Украины. И объяснил он тем рост цен на бензин несколькими факторами. В первую очередь, ростом котировок на нефти, нефтепродуктов на европейских рынках. Также рост курса иностранных валют, имеется в виду, наверное, недавние скачки в курсе гривны и доллара. Также немаловажный фактор это сокращение объемов поставок бензина и дизельного топлива из соседней Белоруссии. Не секрет, что большая часть топлива именно оттуда сейчас экспортируется. Также увеличение сроков отгрузки нефтепродуктов и отсутствие железнодорожных цистерн. Такой формальный повод. И увеличение эксплуатационных и производственных расходов на содержание АЗС. Вот это мнение Антимонопольного комитета. Но все-таки напрашивается один вопрос. Не сговор ли это крупнейших монополистов рынка, который контролирует топливный рынок с нашей стороны? Прошу прощения за тавтологию. Сергей. Спасибо, что мне подостали первому. Тут я думаю, что эксперт не эксперт. Он однозначно ответит, что сговор. Потому что в Украине практически нет рынков со свободной конкуренцией. Есть высокомонополизированные рынки. Вот здесь рынок нефтепродуктов, он высокомонополизирован. Кстати, хочу напомнить, такая ситуация была с ценой на жиженный газ летом. Совсем недавно. Да, резко тоже выросла цена. Антимонопольный комитет придумывал отговорки, почему это происходит. То, что вы прочитали, это просто выступление адвоката компании, которая производит бензин. То есть, у нас антимонопольный комитет, это не государственная структура, а структура, которая обслуживает нефтетрейдеров. Ну, де-факто, не де-юре, естественно. Нет, де-факто. Ну, де-юре у нас и национальный банк, независимый. Причем огромное здание в центре Киева. Я был там проходил, думаю, что себе 10 европлаты, и все эти люди антимонополизированы. Поэтому здесь, без сомнения, сговор и цены не снизятся. В то же время, тот же самый антимонопольный комитет, который мы сейчас обсуждаем, заявил, что он продолжает отслеживать ситуацию, продолжает отслеживать ситуацию на предмет соблюдения участниками рынков требований законодательства о защите экономической конкуренции. То есть, то, что утверждаете вы, Сергей, антимонопольный комитет будет изучать и, возможно, он признает. Но пока что антимонопольный комитет об этом не знает. И он будет разбираться в этой ситуации. Но, во всяком случае, политика чиновников. У нас Георгий Хаскин и Константин Журулев в эфире. Вы, наверное, как никто другой, можете объяснить нам, как это скажется, как рост цен на бензин и дизельное топливо скажется на сферах обычной нашей жизнедеятельности. На пассажирских перевозках, на маршрутках, на, не знаю, на услугах, транспортных услугах, на пассажирских перевозках в такси. Константин, как вы считаете? Как это может сказаться и почему, на ваш взгляд, это происходит? Ну, такси уже давным-давно разговоры, уже на гривну туда поднялось топливо, таксисты сразу реагируют со стоимостью. И уже начали массовые возмущения по поводу стоимости проезда. Уже готовы таксисты поднимать стоимость. По поводу маршрутных перевозок, у них есть договора и обязанности возить по определенным ценам. Там будет немножко сложнее, но тоже эти дискуссии ведутся. Опять-таки, на мой взгляд, все это потому, что к 2018 году у нас готовятся выборы. Денег в казне нет, пополнять их откуда-то нужно на предвыборные программы. Это тоже нужно финансирование. Поэтому внезапно, спонтанно, без каких-либо оснований поднимаются цены на топливо. В СМИ очень часто пишут, про властных СМИ, государственных СМИ, те, которые, наверное, не могут ругать и говорить правду. Говорят, что все-таки важнейший фактор – это фактор Беларуси. Того, что каким-то образом приостановились, прекратились, уменьшились поставки бензина из соседней страны. Потому что, не знаю, по каким причинам, по политическим, по экономическим. Но это произошло, и, собственно, сейчас нефтетрейдеры вынуждены закупать нефтепродукты в Литве, в Польше, а, соответственно, там европейские цены. Ну, вот, пожалуйста, получайте. Как вы считаете, этот фактор имеет место быть? Возможно, он не настолько незначительный на общем фоне. И я сомневаюсь, что он именно отразится в такой стоимости, в таком скачке на топливо. Вы правильно сказали, что уже не так давно был скачок на газ. Население схавало это поднятие. То же самое... Но, тем не менее, опустили цены все-таки. То же самое с топливом. Сейчас его подняли, может быть, чуть-чуть припустят, но я в этом очень сомневаюсь. Есть масса мест, куда нужно потратить деньги в ближайшем будущем, где их нужно собрать. Как вы считаете, как это скажется на нашем обычном предвижении? Я хочу уточнить. Я понимаю, коллега журналист, мне не хотелось бы обсуждать конспирологические теории. И в то же время, своим многоуважаемым коллегам я тоже не совсем согласен. Тут ситуация ведет какая. Уровень монополизации этого рынка очень высокий, и я с этим совершенно согласен. Но дело в том, что по каким критериям этот уровень я оцениваю, и он достаточно стабильный за последние достаточно много лет. И в исходную базовую цену этот уровень монополизации как бы заложен. Поэтому все три фактора, я ничего не могу сказать по поводу железнодорожных перевозок, не исключаю, что там есть какие-то нюансы, но они крайне незначительные. Но все эти три фактора, повышение котировок на мировом нефтяном рынке, скачки курса валюты и ситуация с Белоруссией, они действительно имеют место быть. Может, все-таки это повод больше, скорее? Тут вопрос заключается в том, что информация это очень закрытая. Тенденция к росту, с моей точки зрения, объективна, так же, как и на все у нас ведет рост цен практически на все составляющие, и это абсолютно не случайно. А вот насколько, вот это действительно вопрос, насколько объективными темпы роста, особенно которые в последнее время проявились. Что касается того, насколько это скажется, вы совершенно правы. Я даже пассажирские перевозки оставил бы на закуску, потому что там ситуация предельно ясная. Это скажется на всем, поскольку транспортная составляющая в той или иной степени присутствует, коллега подтвердит, практически в ценообразовании на подавляющие виды продукции и услугах. Понятно, возить-то все надо, буквально все. Фурмы, я же сказал, вы были абсолютно правы, это скажется буквально на всем. На пассажирских перевозках, если речь идет об автобусных перевозках, это скажется самым печальным образом. Ну, я вечно, у меня такая роль, наверное, я должен сообщать нашим телезрителям неприятные новости. Поэтому вас пригласили, потому что вы первым услышали. Мне уже говорили, что я систематически выполняю роль адвоката дьявола. Я уже привык. Так, я боюсь, что речь уже пойдет не о шести, как мы говорили, мы пропустили этот момент. Это было в мае месяце. Сейчас боюсь, что речь пойдет уже о семи гривнах. Кстати, вы не совсем правы, коллега. Тарифы на перевозки в режиме маршрутного такси свободные. И то, что перевозчики не делают это явочным порядком, хотя формально имеют на это право, действующие договора, строго говоря, это не запрещают. Они просто должны уведомить. Ну, пройти определенную процедуру, проверку, там, Департамента экономического развития, транспортная комиссия, все это было сделано еще тогда, в мае. Ну, не хотят конфликта, реально, потому что есть, естественно, и у городских властей определенные речи воздействия. Ну, мэр, может, своеобразное, да, может быть, я... Ну, мэр не может сказать, я запрещаю. Ну, какое-то некое психологическое ответо на вашу эмоцию. Ну, если в моменты никто, в общем-то, не хочет конфликта. Но могу совершенно ответственно заявить, потому что мы постоянно отслеживаем и мониторим эту ситуацию. Ситуация критическая. На сегодняшний день в автотранспортных предприятиях не комплект водителей. Это, прежде всего, сказывается на их заработные платы. 30%, как минимум. Возможно, многие пассажиры уже ощутили на себе это в порядке увеличения интервалов движения по целому. Из-за битости маршрутки. Раз вы уже заговорили о 7 гривнах, вопрос логичный, журналистский. Когда и 7 гривен достаточно ли это мера для того, чтобы удовлетворить все те потребности, которых сейчас у маршрутчиков нет? Я... Вы понимаете, тариф — это ведь с точки зрения города, с точки зрения регулятора. Это инструмент, при помощи которого мы чего-то хотим достичь. Меняя тариф, мы стремимся к какой-то определенной цели. Так ведь этот вопрос заключается в том, чего мы хотим. 6-7 гривен, о которых мы говорим, я вынужден повторяться, я это говорю много раз, это тариф выживания. Мало того, ситуация ухудшается, потому что мы запускаем болезнь. Ее потом значительно труднее лечить. Если бы мы ввели 6 гривен в мае месяце, когда это было уже обосновано и необходимо, то в ближайшем обозримом будущем, я думаю, что перевозчики бы эту ситуацию пережили. Сейчас даже 7 гривен — это просто позволит, ну, не ухудшить ситуацию, может быть, немножечко ее улучшить с точки зрения того, что удастся удержать водительские кадры и потратить немножко больше денег на ремонт, потому что сейчас большое количество автомобилей стоит, нет средств на их восстановление. Немножечко стабилизировать ситуацию. Опять, я же говорю, я всегда говорю неприятные вещи, но это объективно, каких-то скачков, прорывов, серьезного улучшения качества обслуживания ждать не приходится. Я в этом плане, если уже об этом зашла речь, я большей надежды возлагаю на программу «Электронный билет». Кстати, в которой, да, вот никак не могут вести. Мы год назад с вами общались. Это позволит детализировать этот сектор, усилить, существенно усилить контроль, получить реальную информацию и, соответственно, предпринимать какие-то действия. Это даст больший эффект. А сами по себе 7 гривен — это инструмент, который позволит, или 6 гривен, которые вообще ничего не дадут, это позволит только, ну, удержать ситуацию. В 2018 году это произойдет? Когда? В 2018 году это произойдет? Это я вам гарантирую. 30 гривен. Мы возвращаемся, собственно, к другим ценам. Ценам на бензин. А-95 на Воге, на ОКО, на Саккаре уже больше 30 гривен. Вот та самая психологическая отметка, красная линия. То есть у нас 30 гривен был бензин несколько дней на Саккаре, помню, где-то в мае месяце, в июне 2014 года. Буквально пару дней. Потом он упал опять вниз и больше 30 не поднимался. Вот негласно так повелось, что у нас бензин стоил сюда доллар. А по мнению антимонопольного комитета, один из факторов подорожания бензина — это рост курса доллара. Доллар вырос, но упал. А сейчас опять он на уровне лета. Май месяц, июнь — 26,7, 26,8. Не могу понять логику. 30 гривен бензин — 26,8 доллар. А антимонопольный комитет говорит из-за того, что вырос доллар. Как-то я не могу понять. Почему? Как-то хронология событий нарушена. Потому что, я же вам говорил, антимонопольный комитет, он выполняет свою функцию. Вот так и правительство. Функция заключается в том, чтобы объяснять населению, почему растут цены. И придумывают разные причины. Я согласен, да, котировки на мировых рынках растут. Но мы же не знаем, по какой цене закупается топливо в Украине. Никто не знает. Почему? Потому что 95% поставок — это через офшорные компании. Мы даже не можем уголь поставлять напрямую, потому что специально создаются офшорные компании. И по какой цене они закупают — это большой вопрос. То же самое с бензином. Поэтому есть две составляющие постоянного роста цен. Первое — это то, что в Украине, в отличие от любой другой страны, которую называют цивилизованной, а мы не цивилизованная страна, разрешены экспортные и импортные контракты через посредники в офшорных зонах. Поэтому, да, закупается в Беларуси беззем белорусский, российский, никто не знает. По какой цене — мы не знаем. Антимонопольный комитет получает разных поставщиков, разные контракты с печатями. Но все это фирмы, которые находятся не в Беларуси, не в России и не в Украине, находятся в маршрутной зоне. Перекасательно маршрутных такси. Как только ведут электронный билет — это хорошая идея. Просто билеты, будет понятно, сколько маршрутное такси перевозит пассажиров за один проезд. Соответственно, чек за бензин, и будет понятно. Но категорически весь бизнес в Украине отказывается к этой стене. Понимаете, даже готовы финансировать Майданы, был налоговый Майдан в том числе, и лишь бы, не дай бог, никто не узнал, сколько зарабатывают хозяева этих линий. Я не знаю. Мэр, возможно, знает, и поэтому он умеет рычаг. Он звонит и говорит, так, тебе миллиона мало, да, ты хочешь два, как было в прошлом году, не получается. Он говорит, ну хорошо, давайте-то подождем, ладно. Будут обстоятельства другие, поэтому мы не знаем, 6-7. Как можно это поделить, скажите? Вы же не знаете, сколько непосредственно денег платят пассажиры за день в один маршрутное такси. Никто не знает, кроме водителя. Да, я даю 5 гривен водителю, я не знаю, куда эти 5 гривен пошли. В общую кассу, да, вот в эту деревянную дощечку, которую он собирает, или в карман, вот я же не знаю. Да, вы знаете, и сколько он отдает каждый день, водитель знает, и никто не опрашивает, ни СБУ. Понимаете, у нас СБУ везде видят тех, кто поддерживает сепаратистов. Почему они не узнают, вот сколько реально зарабатывают на каждом маршруте хозяева этих маршрутов? Почему они не допросят водителя? Потому что водитель отдает каждый вечер. И сколько он отдает? Суммы, говорят, очень большие. То есть, почему водители мало? Потому что они в таких условиях жутких работают. Он должен отдать хозяин, это железно. Если он не отдал, то не обсуждается, никто не поможет, ни СБУ, ни милиция. Он отдал, и потом у него остается так мало, что он просто не может выжить. Ему нужно работать 24 часа в сутки. Это же жуткая работа, понимаете? Люди уходят, не выдерживают. Я так понимаю, я не специалист. Но я видел этих людей, которые работают вечером. Ну, скажем так, если отбросить эмоциональную составляющую, и некоторые вполне понятные в этой ситуации преувеличения, в том числе 24 часов, то в общем тенденцию вы абсолютно не правы убиваете. А когда вот набивается маршрутка, люди не могут дышать, и никого-то не воняют, ни новую полицию, ни старую. Единственное, что когда водителям надо считать чужие деньги, когда начнут достаточно зарабатывать, мы увидим и новые маршрутки на дорогах, смену автопарка, и водителей довольных, и условия для пассажиров, и интенсивность движения будет соответствующей, потому что будет больше желающих работать в этой сфере. Пока что мы видим только отток кадров. Аршу, вы скажите, пожалуйста, знаете, такая есть авиакомпания, международная линия Украины, компания Коломойского? То есть. Да? Ну, нельзя сказать, что он бедный человек, и что он мало зарабатывает. Вот послушать мнение пассажиров, сказать, что это одна из самых худших компаний, на монополист на рынке. То есть не обязательно, если там хозяин компании зарабатывает много, опять-таки, если водители будут хорошо зарабатывать, но должно быть честное распределение денег. Есть хозяин маршрута, есть водитель, есть деньги на безопасность. И это должно быть открыто, как в любой европейской стране, как в Молдове. Я думаю, что мы это увидимся, как только водители будут достаточно зарабатывать, мы это увидим на сфере обслуживания однозначно. К ценам по топливу. Да. Мы подвигаемся к цене в 1 евро уже за топливо. Это европейская цена. Украина идет в Европейский союз. И надо быть готовым к европейским ценам. Я хотел задать вопрос, почему в Беларуси бензин стоит в половину дешевле, чем в Украине? Ну, в России-то понятно, это нефтегазоносная страна. Там бензин стоит еще дешевле. Не, он там дороже, чем в Беларуси. В России тоже страна олигархов. Может быть, да. Ну, некорректно сравнивать Украину с Россией по многим критериям. Мы не будем обсуждать. Тем не менее, Беларусь – это страна, которая не зарабатывает в том количестве нефтепродуктов, чтобы удовлетворять потребности населения просто буквально копеечными ценами. В Украине мы привязываем к стоимости топлива, цену топлива к европейским каким-то критериям. При этом, ну, я сомневаюсь, что водитель такси или вот водитель маршрутки, или даже руководитель транспортного предприятия, или простой смертный зарабатывает столько, чтобы оплатить эту сумму. Ну, я не знаю, зарабатывает. Ну, цены растут, несоизмеримо с доходами граждан. Для многих и 7 гривен будет катастрофическая цена на поездку. Потому что люди не зарабатывают достаточно, чтобы удовлетворить свои потребности в переезде по городу, да по Украине. Если можно. Да. Прежде всего, вы абсолютно правильно сказали, что ключевая проблема – это сколько мы на самом деле у поезда пассажиров. Это абсолютно ключевая проблема. Именно на это направлена система электронных билетов. Введя эту систему, мы, ну, с 95% вероятностью будем иметь реальную, реальную картину перевозки пассажиров. Их установят в этих развалившихся барданах, да? Ну, 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 я хочу вам сказать, что, коллега, вы прекрасно знаете, что существуют так называемые недопростоточные, косвенные методы определения этих вещей. Если исходить из затрат, а вот затраты на перевозки посчитать можно в достаточно высокой степени точности, потому что там 80% этих затрат нормируется, то мы можем составить себе примерное представление об этом. Кроме того, я не говорю, у нашего центра мы стараемся мониторить ситуацию, но это не системная работа. Но вот совсем недавно сейчас в Одессе работает, и еще не закончила свою работу, по гранту Международного банка, структура, которая изучает транспортную систему и должна выдать рекомендации. Они тоже проводили обследование пассажиропотоков своими силами, по своей технологии. И мы имеем примерное представление об объемах перевозок и о объеме выручки, которая крутится на этом рынке. Сколько в день водитель обычной маршрутки? Я не говорю о зарплате водителя. Я могу вам сказать, ну, это же, в общем-то, просто посчитать. Вот давайте прикинем. Длина маршрута в Одессе около 19 километров. Это означает примерно 5 оборотных рейсов в день. 5 оборотных рейсов в день, учитывая межпиковое время, учитывая, предположим, выходные и праздничные дни, когда загрузка намного меньше, с достаточно высокой степенью вероятности, можно сказать, что средний объем перевозок пассажиров за оборотный рейс, где-то порядка 150 пассажиров. За один оборотный рейс. За один оборотный рейс. 750. Вы можете на 5, вы получите количество пассажиров, которые перевозятся за день. Вообще всеми видами пассажирского транспорта, я имею в виду и трамвай, и троллейбусы, и автобусы в городе Одессе перевозятся ежедневно от 700 до 900 тысяч пассажиров. Где-то приблизительно, я так понимаю, на маршрутка за день, при таких условиях, зарабатывает более 5000 гривен один водитель, касса, вот его касса, да, сумма. Это не зарабатывает. Не зарабатывает, а привозит, отдает руководство. Это так называемая выручка. Там очень несложно посчитать, например, сколько он при этом тратит на горючее. 38 километров туда-обратно, ну не считая нулевого, с нулевым пробегом 40, умножьте на 5, 200 километров, ну и дальше. 200 километров за день. 200 километров, 100 километров реальный аэронскод горючего на автобусе марки «Богдан» где-то 24 литра в наших условиях. Умножили на сегодняшняя цена средняя где-то между 26 и 27 гривенами. Если не пользоваться «Богом» и «Оками», вот и мы получаем затраты. Мы получаем 1300-1400 топлива. 5000 минус 1300. То есть это процентов 20 вода ежедневно. Из этих денег, кроме затрат на горючее, существует огромное количество других затрат. Затраты на горючее действительно это самое большое, но это в тарифе где-то 50%. Есть еще смазочные материалы, есть ремонт. Ремонт все чаще и чаще, учитывая состояние трав. А, состояние дело в том, что… Хорошо, столько же на ремонт. Все остается 2000 гривен, просто… Да, если вы не получаете 1000 гривен, он получает, наверное, гривен 300-400, не знаю, сколько он получает. Да, где-то так. Учитывая вот даже то, что… Вот если бы этого кто-то не было, то и 5 гривен, понимаете, подошло бы. А у нас всегда есть кто-то, который получает больше, чем все остальные работающие вместе взяты. Прошу прощения, но зачем же так? Давайте же смотреть на вещи реально. У нас в городе Одессе нет ни одного, на маршрутах, я имею в виду, ни одного, ни государственного, ни муниципального автобуса. У нас муниципальный транспорт – это только трамвайно-троллейбусное управление. Все автобусы – это инвестиции частных лиц. И эти инвестиции должны окупаться. Люди не занимаются благотворительностью, это для них бизнес. Причем это совершенно законный бизнес, это предусмотрено законодательными актами, так называемый предпринимательский интерес. А для справки, почему еще не обновляется подвижной состав, стоимость, у нас говорят, маленькие автобусы надо менять, автобусы большого класса и тому подобное. Так стоимость большого автобуса, я не беру импортный, я беру Беларусь и ЛАЗ, 4,5 до 5 миллионов гривен один автобус. – Ну, понятно, учитывая отсутствие полноценной системы гривневания. – Это доходы хозяина, маршрутки маленькой. А знаете, сколько он будет на большой зарабатывать? Может, я так ему посоветую? – Хорошо, давайте… – А на большой он будет зарабатывать, кстати… – Давайте, вернемся к концу программы к нашей теме. Ваш прогноз, уважаемые эксперты. Сегодня вот 30 гривен за литр бензина, там 27 гривен за дизельное топливо. Прогноз, упадет эта цена или нет? И когда она упадет? – Я уже сказал и подтверждаю свое мнение, что цена уже не упадет, она зафиксируется. А тем более, что на следующий год у нас уже заложен более высокий курс доллара, то она еще может вырасти. И мы все цены уже подравниваем под европейские. То есть там евро за литр – это… – А то, что газ в свое время, мы вспоминали с вами… – Это немножко другая ситуация. – Ну, там, на самом деле, да, после сговора монополистов, да, мы уже выяснили, он все-таки упал в цене, этот газ. То есть вернули, откатили. – На самом деле, для роста цен на газ, вот тех предпосылок, о которых мы говорили, объективных, я с вами согласен, что там субъективных выше крыши. Но вот таких объективных предпосылок там действительно не было. Там действительно не было. Там действительно на 90% это был… – Сговор. – Сговор, да. Это очевидно было для всех, кто эту ситуацию мониторил, даже для антимонопольного комитета Украины. – Мне, как специалисту, сложно понять отличие в ценнообразовании газа от бензина, но ситуация уж больно похожа друг на друга, учитывая, что после газа сразу моментально пошел бензин. – Да, с газом что было? Благодаря работе Службы безопасности Украины, все конкуренты одной крупной компании, им были лишены возможности поставлять газ в Украине. И вот на какое-то время, пару месяцев, этот один монополист заработал столько, сколько платит, извините, на выборы и на все остальное. Здесь, как бы, рынок монопольная конкуренция, то есть нет одного поставщика, я не знаю, там, наверное, есть где-то 5 крупных, ну, вы лучше разбирайтесь, да? Поэтому здесь нельзя так поднять там на 50% сразу, либо на 40%, но здесь вот… – Вот этот зазор между объективно необходимой… – Да, он вот, он меньше, чем тогда было на газе, но он все равно существует, потому что, как с маршрутными такси, вот есть определенная сумма, которую должен получить хозяин, должен получить хозяин нефтетрейдера и так далее. То же самое там с зерном, совсем в Украине, понимаете? Почему Украина не европейская страна? Потому что у нас реально никто не знает, кто и как зарабатывает. Вот реально в Европе есть, да, и миллиардеры, и Трамп в Америке, и все остальные, но там понятно, на чем он зарабатывает. Вот, может быть, эксперты знают, о том, сколько на нефти зарабатывает, о бензине в Украине, я не знаю, но я знаю, что есть сговор, есть 5 компаний. Зайти сюда к какой-то новой компании практически невозможно. Прошу прощения, я косвенно, коллега, ответил на вопрос, почему в Беларуси все это дешевле. Да, потому что там нет такого, такой ситуации. Потому что там госкапитализм, вот я недавно вычислил, госкапитализм. Ситуация под значительно более жестким контролем. Хорошо это, плохо это второй вопрос. Цена будет расти, я не согласен, да, впервые правительство сознательно заложило рост цен, причем не тот 7%, который в бюджете, а больше, потому что сознательно конец года записали в бюджете курс доллара выше 30 гривен. А вы сами понимаете, у нас практически есть бензин импортный. Поэтому это впервые, впервые запрограммирован рост цен. То есть любой нормальный предприниматель понимает, да, Гройсман не дурак, он заложил рост курса доллара, значит мой импортный товар будет дорожать. Я уже сейчас подумаю цены, даже сейчас курс стабильный, понимаете. То есть это сознательно подталкивает даже к росту цен. Многие специалисты знают, что самое страшное во всей этой истории это инфляционные ожидания. Ожидание, да, ожидание. Понимаете, срабатывает, начинается раскручиваться вот эта спираль, которую потом... И все уже, все, которые в этом угадали. Которые к 100% проб. Спасибо, у нас даже нет времени подвести результат интерактивного опроса, мы перетянули 2 минуты уже программу. Спасибо, что пришли в эту студию, обсудили крайне актуальную тему. Мы сегодня обсуждали, напомню, рост цен на топливо на наших автозаправочных станциях. К чему это приведет? Выяснили, что как минимум в 2018 году цена за проезд на маршрутках одесских будет стоить 7 гривен. Вот так вот. Оставайтесь с репортером. Спасибо еще раз. Счастливо.